Библейский портал экзегет.ру представляет Конечно, Иерусалим не отдельная сущность, какая-то разумная и чувствующая, но скорее собирательный образ того, что в израильском народе сохраняется от дней верности Богу и того, что еще процветет. Иерусалим. Сними с себя одежду плача и озлобления твоего и оденься в благолепие славы от Бога навеки. Облекись в одежду правды от Бога, возложи на голову твою венец славы вечного, ибо Бог покажет всей поднебесной славу твою. Навек наречется от Бога имя тебе, мир, правды и слава благочестия. Ну, Иерусалим, название города по-еврейски уже созвучно словом шалом, правда и мир. Вот это скорее мир, но есть еще и значение благоденствия, благополучия, и здесь это обыгрывается, конечно. Но Иерусалим здесь не просто город как территория, даже не просто город как население, но вот как образ такого остатка, как у других пророков было, остатка израильского народа, который всегда сохраняется. «Встань, Иерусалим, и стань на высоте, и обратись на восток, и посмотри на детей твоих, собранных от запада солнца до востока, словом святого, то есть Бога, радующихся о Божьем воспоминаниях о них. Они вышли от тебя пешие, будучи ведомы врагами, а приведет тебе их Бог, возносим их со славою, как царских сыновей». То есть возносим их со славою, видимо, на каких-то повозках, да, на животных ючных. «Ибо Бог определил, чтобы всякая высокая гора и вечные холмы понизились, а долины наполнились для уравнения земли, чтобы Израиль шел твердо со славой Божией». Это уже похоже на призывы из сороковой и сороковых глав пророка Исаии. Вот готовится их исход. «Алиса и всякое благоводное дерево осеняли Израиля по повелению Божию. Бог будет с радостью предводить Израиля светом славы своей, с милостью и правдою своей». Похоже на описание книги «Исход», где облако облачное и огненное вело израильтяна из Египта, вот и выведет каким-то образом бог израильтян из Вавилонии. И книга, которая начинается как что-то очень резко обличительное, заканчивается радостью, уверенностью в победе, в том, что все будет восстановлено. И это такой, мне кажется, прекрасный урок книги Варуха. Она чужда такому, знаете, уропатриотизму, такому напускному оптимизму. «Мы самые крутые, все у нас будет хорошо». Она очень сурово обличает неправды народа, но одновременно дает надежду и объясняет условия, при которых эта надежда сбудется. Это поиск премудрости, обращение к Богу вместо идолов. И если вы народ Божий, собственно, о чем вам переживать? У вас все будет хорошо, только вам надо быть этим народом Божьим, а не только притворяться.